Итак, друзья, это, естественно, Аворион, мы с вами продолжаем, это тот самый регион, где у нас с вами сейчас две шахты, естественно, судоверфь, плюс я сюда добавил ресурсохранилища, то есть, ну, так же, как и судоверфь. Причем на судоверфе можно строить корабли, которые создают базы очень-очень дешево, очень быстро, то есть не нужно строить какие-то дорогие, берешь самый дешевый, просто ставишь закладывание станции, название, и все, там, буквально 15 секунд он тебе готов, или 5 секунд он готов, и ты начинаешь, собственно говоря, строить. Это что такое? Как-то странно астероид выглядит. Давайте уберем его от судов, очень странно, выглядит из кусочков такой, может быть я его, может я его копал, долбил, видите, с синими какими-то прожилками, меня просто немножко раздражает. Ладно, хорошо, пришлось отвлечься и разобраться с торговцем, кстати, я при помощи него купил прикольную штукенцию, давайте-ка попытаемся применить, посмотрите, как это работает. Позволяет переименовать сектор, позволяет переименовать, ну давайте посмотрим, использовать сектора, IGA, удалено. А вот оно, устройство маркировки сектора, соответственно, можно, вот нового названия, и оно будет называться теперь у нас кластер. Блин, зараза, по-английски давай. Ты будешь называться кластер, подтвердить. Слушайте, а прикольно, окей, то есть эта штучка здесь будет лежать, и оно называется реально кластер, потому что здесь, ну вот здесь Агонит Мерси-2. Работает, найс. Так вот, я хотел сделать сегодня одну маленькую фишку, начал, естественно, издалека, как всегда. Так что давайте выбираем нашу судоверфь, переключаемся на нее, и прямо сейчас у нас с вами здесь, если не ошибаюсь, нету ничего связанного с запуском кораблей. То есть нету ангаров, нету постройки, да. За кадром я немножко поформил, у нас с вами 600 тысяч ксанина, ну реально немножко, буквально может быть минут 40. Вот, соответственно, нам понадобится обязательно ангар, но, естественно, и для защиты, и для того, что я собираюсь сделать. Будем делать из трения, потому что трения у меня собирается автоматически, там, при помощи парочек кораблей. Или хотя бы одного, не помню точно. Вот, и нам нужно сделать его довольно-таки большим. Места в ангаре 61, нет, нам нужно гораздо больше. 137, давайте растягиваем вот так вот, 472. Ангар должен быть таким большим, серьезным, 603. Может быть поставить его куда-нибудь на гору? Здесь, видите, он тогда уже не взлетает. Вот так у нас просто отличное место, из-за того, что у него есть возможность лететь налево-направо, я просто могу поставить еще один. По 43 тысячи трения уходит и 235 тысяч кредитов. Да почему бы нет, давайте поставим, есть. Дальше ставим обязательно поле целостности. А они и так попадают в поле целостности, все хорошо. Естественно, нам нужно с вами поставить сборочный цех. Я так понимаю, чем лучше материал, с которого ты делаешь сборочный цех, тем лучше, естественно, у тебя будет он работать. И вот сборочными цехами здесь довольно-таки такая серьезная петрушка. То есть смотрите, у нас сейчас с вами производственная мощность будет 3402. Если мы выберем наш корабль, а именно Гига Шедо, давайте переключимся. У меня здесь стоит на самом деле просто очень хорошее улучшение на ускорение производства и количества эскадрильи, то есть плюс 4. Случайно нашел просто, то ли выпало с кого-то, то ли купил я где-то, я уже даже не помню. Соответственно, она действительно очень сильно ускоряет производство истребителей. То есть если мы зайдем сюда, у меня сейчас истребители производятся. Здесь полностью произвелось, время производки 14 минут, но вообще сам по себе он производится 19 минут, да? Вот, а здесь, ну 17 минут, то есть мы можем пока что здесь отключить, производить это. Это я нашел неплохие как раз-таки вот истребители плазмы с плазмой триньевые. Как видите, урон в секунду 90,2. Здесь 73, 62, 78. То есть вот эти, скорее всего, когда мне их уничтожат, это все плазма, чтобы щиты же срубать, естественно. Как только у меня вот эти уничтожат, я заполню вот эти ячейки при помощи вот этой схемы и, естественно, буду производить такие, потому что они действительно шикарные. Ну, 90,2, область 3,5. Бывает, бывает, что классно приходит. И, соответственно, мне теперь нужно выбрать нашу верфь и просто передать туда один, хотя бы один кораблик. Давайте. Экипаж груз, я просто не знаю, с такого расстояния могу или нет. Не могу, наверное, да? Но попробуем, да, я слишком далеко, мне нужно пристыковаться. Переместить, шлеп. То есть здесь оно производится 17 минут 28 секунд. Окей, тогда поднимаемся на борт и будем сейчас пытаться строить что-то такое монструозное. То есть мне нужно сборочный цех сделать действительно огромным. Это займет большое количество ресурсов, то есть я думаю, что где-то 300, может быть, больше тысяч. Не хотелось бы, чтобы он сильно выпирал, то есть он должен быть все-таки прикрыт камнем. Потому что камень, сами понимаете, очень-очень крепкий и мне его на самом деле не отстрелить. Ну, так-то восстанавливать потом очень дорого его, если его вдруг расстреляют. Смотрите, производственная мощь плюс 12300. Ну что, ставим? Давайте поставим. Бумц. Вот такую фигню. Теперь заходим в инвентарь, эскадрилья. И, как видите, ускорение производства 12 минут 20 секунд. То есть если я поставлю в качестве чертежа, смотрите, у него чертеж 17 минут 28, но время производства 5 минут и 0,7 секунды. Вот, соответственно, если мы поставим сейчас, не пожидимся, и поставим еще одну такую штукенцию, нам не хватает денег, да? Ха! Да, я, кстати, на это не обратил внимания, что это очень дорогая штука в плане именно денег. Мы можем его немножечко уменьшить, но вот так вот до 10 миллионов хотя бы, да? Пускай здесь стоит еще один. Вот так вот как-нибудь подключен сюда. И, естественно, если возвращаемся обратно, у нас ускорение производства 22 минуты и 0,24 секунды. И каждый кораблик производится будет каждую минуту. То есть нам нужно всего лишь 1 минута на производство одного такого корабля. Вот. И давайте добавим новую эскадрилью. Но сейчас я не могу. Давайте просто включаем, естественно, производство. Он производится из тринья. Тринья у нас с вами предостаточно. И, в принципе, все. Нам осталось просто выйти, так скажем, из паузы. И он будет делаться. Смотрим. 4%, 6%. И у нас будет очень быстро наполняться таким образом эскадрилья. То есть для чего мне нужен был свой сектор? Для чего мне нужны были именно вот эти вот базы? Вот именно для этого. Для того, чтобы можно было вот так вот быстро себе крафтить корабли. Потому что, ну да, они как бы на моем корабле немножечко крафтятся. Я просто не хочу. Ну, естественно же, я же не могу на корабле построить такие огромные, грандиозные производственные мощности. Потому что у меня просто не хватит вычислительной мощности. Это раз. Во-вторых, корабль летать не будет. Это просто ужас будет какой-то. А там мы можем повысить еще больше. Соответственно, скорость у нас будет просто, не знаю, раз в 30 секунд. Потому что эскадрильи, если мы хотим, то их нужно делать действительно большими. Там не 12 кораблей, а 120 кораблей. То есть 10 эскадрильей. Ну, такой шикарный авианосец делать, который будет исключительно за счет этого и работать. Ну, естественно, у него будут какие-то боевые ячейки. Там немножечко стрелять. Но вот то, что мы сейчас с вами как раз уже построили. Это действительно уже круто. Правда, под деньгами теперь швах. 792 тысячи. Давайте посмотрим. Я вроде обоих торговцев отправил. Здесь у нас... Да, 790 летает по заданию. Здесь Робохет тоже. Ну, естественно, им у них там деньги выданы. У них все хорошо. Да, единственный момент. Сейчас, секундочку. Переключаемся, взаимодействуем с самим собой, наимем экипажа. И нанимаем с вами, естественно, пилотов. Ну, кстати, здесь и механики, инженеры есть. Я не посмотрел, что у тебя с этим происходит. Экипаж. У тебя... С этим все отлично. На секторе напали пираты. Блинский. Стоп. Стоп. Где гига? Куда? Вернись. Я все прощу наверху. Переключаемся быстро на гигу. Зараза. Сейчас несем. Когда эскадриль кидаешь в бой, они на самом деле вызывают небольшое количество лагов. Но сносит очень хорошо. Есть хорошо один минус. Вижу. Это было неожиданно сейчас. Нужно здесь улучшать защиту. У нас обязательно должен быть в этом секторе, просто must-have, хотя бы один боевой корабль. Потому что он должен оттягивать, естественно, на себя внимание. И защищать наши станции. Возможно, мы Лехса с вами восстановим. И он здесь будет защищать все. Плюс копать. Как вариант. Фух, ладно, разнесли. Но у нас, кстати, гига шедоу просто шикарен. Здесь очень много сейчас астероидов. Так что, когда я выпускаю... Когда я выпускаю свои истребители, у меня сначала идет небольшой пролаг. Но потом все становится нормально. Может быть, стоит... Вот даже сейчас прям подлагивает. Может быть, стоит что-то изменить в настройках, чтобы это, не знаю, поменьше лагало, нагружало систему. Потому что не очень понимаю, что именно на это влияет. Но да, это присутствует. Оптимизация в игре еще не на самом высоком уровне. То есть, ну, может быть, когда-нибудь допилят. Ну, ладно, не суть важна. Так вот, секунду. Я сбился. Подъем на борт. Смотрим по экипажу у тебя. Станция Принц. Пилотов 9. Чего? Ну-ка, подожди. На экипаже я не успел нанять. Или здесь 9 и было? Мы можем нанять вот таких вот. Дальше посмотреть, что у нас происходит. Клон капсул нету, но есть. Да, мы можем поставить, естественно, производиться здесь. Причем поставить их, ну, просто огромное количество. Они будут по 6 за раз производиться. То есть поставить нам условно 36. Есть, окей. Дальше. По эскадрильям. Нам не хватает систем управления кораблями. Да, это я на самом деле притащил. Подожди. У меня вроде беленьких не осталось, да? У меня вроде были только... Стоп. Вот беленькая 2. Плюс 1 эскадриль. То есть, как видите, на станции тут... У-у-у-у. Тут, на самом деле, с ящейками все хорошечно. Установить несъемно, окей. Установить несъемно, окей. Плюс по 1 эскадрилье отсюда сделали. Дальше. Пошли зеленые. Нет, зеленых не было. Были синие. Вот это я точно помню. Здесь еще плюс 2. А также ускорение производства. Плюс 1 минута 42 десятых секунды. Вот. Это очень важно. То есть, таким образом, мы еще быстрее делаем производство. Мы сейчас с вами посмотрим, что там происходит сейчас. То есть, если мы заходим в производство, то время производства... На самом деле, даже не поменялось. 1 минута 44 секунды. Видимо, оно не может быть быстрее определенного показателя. Либо из-за того, что вот этот уже был заложен корабль, он не может производиться быстрее. Как вариант. Не знаю. Вот с этим непонятно. Скорее всего, тут действительно, в какой-то момент уже вот это вот ускорение производства не так хорошо работает. И уменьшает, например, в процентном соотношении. То есть, если у меня и так была 1 минута, то он, например, вычел оттуда 1 секунду 42 сотых секунды. Как вариант. Не знаю. Это нужно разбираться, читать где-то на Википедии. Это чисто мое предположение. По энергии у нас вроде здесь все должно быть хорошо. По щитам. Я вот хотел щиты и поставить. А щитов-то у меня нифига и нету. Но вот здесь вот есть прочность щитов. Плюс 100 тысяч. Ну, просто щит это... Хоть что-то, что дает ему небольшую защиту перед тем, как начнет разрушаться корпус. Ладно, поставить что ли. Давайте пока что поставим такой. Потом разберемся, если что, можно будет уничтожить. Пускай хотя бы какой-то щит у тебя будет небольшой. Можно было бы, естественно, на судоверев поставить щит и за счет просто постройки щита. То есть, естественно, нам никто не мешает взять условно какой-нибудь на НИД генератор щита. У нас энергии здесь 121 гигаватт производится. То есть, деньги, деньги, да. С деньгами беда. То есть, миллион, миллион семьсот. Это даст 273 тысячи щита. Да пускай будет. Дальше, смотрите, что можем сделать. Мы можем выбрать камень. Сделать Ctrl-C. Ctrl-V. И поставить, попытаться его вот здесь вот. Потом. Сделать разворот. Смотрите, что происходит. На самом деле, по здоровью. Это пойдет вот сюда. Таким образом, мы можем выстраивать наш астероид, как захотим. Закрывать в камень любые блоки. То есть, сами понимаете, вот этот камень, он гораздо лучше, чем, я не знаю, любой корпус. Но так, конечно, у нас с вами сейчас не так много тринья. 280 тысяч. Производство, это, конечно, дорогостоящее удовольствие. То есть, нужно очень много копать. И нам понадобится, наверное, еще один шахтер, которого мы с вами сегодня обязательно организуем. Ну, или, может, не обязательно, но попытаемся это сделать, безусловно. Так, давайте выбираем сейчас нашего принца. Ну, отсюда верфь, там, корабль так назывался, естественно. Все названия, повторюсь, у меня сериал Олекс. Сериал старый, из 90-х, такой, немножечко странненький, или очень сильно странный. Но прикольный, очень прикольный. Да, минута 44, соответственно. Ну что, перекидываем его вниз и делаем вторую скатрилью, да? Скорее всего, так и сделаем. Окей. Вот, смотрите-ка. Время на производство 4.33. Понимаете, в чем проблема? Вот, оно действительно сработало. То есть, как понимаете, быстрее производить просто по одной линии. Вот. Да, выходим отсюда. Все, оно перезагрузилось, по идее. Одна минута 44. Вот так вот. То есть, если мы с вами одну линию произвели, запустили вторую. И вот так вот просто не забываем про это. Постоянно заходим и запускаем. Это гораздо быстрее и быстрее получается в три раза. Потому что по 4 минуты здесь каждая будет производиться. Так что это очень важно. Это главное не забывать. Ну что? Где наш кораблик? Опять его поставить. Я его съедать теряю, но это просто нужно находить по линиям жизни. Вон они там. Давайте тяговый луч. Естественно, стыкуемся и забираем с тебя все, что там напроизводил. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Найс. Почти полностью заполнили. Вот. Ну и, естественно, у меня у самого здесь идет производство. То есть, там через 10 минут еще один сделается. Здесь у меня стоит на антиматерии корпус. Его я не хочу менять. У меня должен быть хотя бы один, который, безусловно, будет сражаться с кораблями. То есть, не только по щитам бить, но и по корпусу. И именно поэтому мы сюда с вами тоже сейчас заходим. Добавляем плюс одну эскадрилью. Возвращаемся. Давайте с кораблем переместить груз. И забираем от тебя, друг мой, все-таки этот кораблик. А, нет, мы не забираем, он у нас чертежом. То есть, когда мы допроизведем этот, я поставлю производиться этот. И сюда их закину и привезу. Все будет хорошо. Но, в принципе, можно купить что-нибудь и получше, потому что он не самый лучший корабль на свете. Ладно, возвращаемся на тебя. У меня была куплена карта, то есть, потому что я с ними в союзнических отношениях, была куплена карта их региона. То есть, как видите, мы, в принципе, находимся на границе их региона. И вот здесь вот то, что мы с вами захватили вот этот сектор, даже как-то ошибка не повлияло на наши отношения. И не должно повлиять. Мы будем, ну, как бы в этом секторе, в основном сейчас базироваться и развиваться. Нам нужно сейчас посмотреть. Знаете, что у меня где-то вот здесь немножко подлагивает в этом месте. Чуть-чуть, я чувствую, FPS прям проседает. Слишком много объектов, слишком много астероидов. А есть еще другой момент. Смотрите, у нас корабль. Если у вас компьютер немножко послабее, но у меня сейчас 32 гигабайта оперативной памяти, поэтому мне должно хватать. Но мы можем выбрать все. И это делайте только, если вы уверены в том, что у вас корабль построен. И, например, ну, сейчас мы его давайте сохраним. Сохраним дизайн. Вот он, бамс. Все, сохранился. Giga Shadow 2. Запомнили. Вот. Кстати, он стоит 315 ксанева на тысячу. У нас, если что, нет ресурсов, чтобы его построить. А теперь мы с вами можем сделать следующее. Слить выбранные блоки. То есть, если я нажимаю эту клавишу, то, по идее, все выбранные блоки, которые у меня здесь есть, они сливаются, становятся, ну, как бы, одним-единственным блоком. И дальше я уже не смогу, если не ошибаюсь, все это откреплять. Но кораблю становится гораздо легче, точнее, компьютеру становится гораздо легче все это дело просчитывать. Потому что ему не нужно просчитывать, что у тебя летит 300 блоков, которые вместе соединены. Если у тебя довольно-таки слабый компьютер, то вот эта штука, да, слияние блоков было 307, стало 279. Но, видите, как бы не все, не все слилось. Было 279, стало 278. Ага. Ну, хотя бы немножечко слилось. То есть, видимо, какие-то отсеки, которые, возможно, слить, он сливает. Но, да, если ты полностью все сольешь... Я тебя понял. Хорошо, я не знал. Я просто ни разу не нажимал. Я не знал, как это работает. Я думал, он просто в один запечатает этот блок, и все. Что, на самом деле, для некоторых компьютеров было бы просто спасением. Но ему сложно, потому что, как он может просчитывать? У него же где-то генераторы, где-то еще что-то такое. Все верно, да. Именно поэтому так и сработало. То есть, у меня, видимо, где-то стояли одинаковые блоки. Ну, как-то, не знаю. Они соединялись, соприкасались. Он просто их слил в один блок. Но нам сейчас нужно заняться всерьез с добычей триньи. И мы, если с вами сейчас пока что на данный момент в основном производили какие-то корабли или станции, которые у нас с вами постоянно тратили деньги, до сих пор тратят деньги и ресурсы, нужно все-таки произвести что-то, что будет их зарабатывать. Так, 790-й там скрафтился, да? Так, у нас с вами просто сейчас не хватит на это, ну, то есть, то, что я хочу привыкнуть, нам на это не хватит денег. Потому что сделать еще одну станцию нам понадобится довольно-таки много бабла на это. Но чем хороши вот эти мои станции, я всегда понимаю, где у меня причал. То есть, потому что в некоторых станциях, построенных компьютером, нифига не понятно. Куда там причаливать? Где цепляться? У меня всегда понятно. Очистка рут. Давайте, закидываем все. У нас с вами, как видите, 70 тысяч тринья. Ну, и этим нужно будет заняться, потому что сейчас корабли будут строиться, выпекаться как пирожки. И, соответственно, тринья тратится огромное количество. Я, естественно, хочу оснастить как можно больше кораблей доками и кораблями, вот этими вот как истребителями. Для того, чтобы можно было потом спокойно их отправлять с кем-то сражаться. Так, сюда мобильный торговец прилетел, я вижу. Мобильный торговец с турельями. Привет, дружище. А давно ты здесь? Я что-то не заметил. Так, против истребителей мини-пушка точный. Это все триньи, ремонтный лазер, молниеносное оружие. Но так, я что-то не вижу ничего такого особо интересного. И систем тоже-то не продают. О, он систем не продает никогда. У него именно турели. Но, в первую очередь, я хочу все-таки полностью исследовать этот регион, чтобы полностью поднять его под себя. Двигаться я буду в этом направлении. Здесь, конечно, есть нейтральные какие-то ребятки, но их я тоже отожму. Так, у нас с вами вот здесь вот желтая точка. Погнали туда сейчас прыгнем. О, еще пираты, хорошо. Вот сейчас и посражаемся. Так, подожди. Ну-ка. Неплохо, ладно. У него посильнее щиты все-таки. Ну не, его мы с вами тоже очень быстро вынесем сейчас. Сейчас у нас с вами перезарядка закончится. До свидания. Давай, полетели. Два, три, четыре. Всех, просто всех кидаем. Смотрим, как они работают. Три, четыре. Я в него даже не стреляю, как видите. Щиты сносит на раз-два. Но, честно говоря, подлагивает. Отлично. Вон там парочка осталось летать. Меня, конечно, из-за этого роя подлагивает. Я понимаю, почему. Потому что у меня почему-то 4К включилось разрешение в игре. А должно быть 2К. Можно сейчас перезапуститься. Да, все, сектор очищен. Почему-то 4К у меня разрешение включилось. Я не понимаю. Ну-ка. Графика. Секунду. Смотрите. Три, восемьсот сорок, две, сто шестьдесят. А должен быть, ну, 2К. Так, я перезапустил сейчас игру. Перезапустил ее в графика. В полном экране, как видите. То есть, и фпс, ну, двадцать семь, двадцать восемь. Это уже лучше гораздо. Потому что то, что до этого было, это было четыре, пять. Мне кажется. Я вот сейчас вот. Оно, конечно, мне очень мелко пишется справа наверху. Но пишется. То есть, я вам могу хотя бы сказать, сколько там написано. Ну, ладно. Хорошо. Нет, 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 нормально. Ну, а теперь мы с вами сделаем... Как там у нас с вами? Defended у нас на какой клавише? D? Shift D. Так. D. 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 Ну, как видите, да. Пока они вылетают, у нас с вами есть проблемы. Не, ну, фпс вроде шибко-то не просел. Они когда вылетали, вот небольшие пролаги шли. Друзья мои, это... Ну, как я могу... Что я могу про это сказать? Это плохая оптимизация. Да, это проблема этой игры. Здесь не самая лучшая оптимизация. Но игра без... Безумно крутая. Просто безумно крутая. На самом деле, с того момента, как я играл последний раз, несколько лет назад, игра стала гораздо лучше. В ней оптимизация стала лучше. И все стало лучше. То есть, нужно обязательно графику пониже ставить, чтобы все это получше работало и побольше фпс был. Потому что все вот эти частицы, которые валяются в космосе, летают, дрейфуют, они все добавляют лагов. То есть, с этим ты ничего абсолютно не сделаешь. Мне нравится этот астероид, черт побери. Нужно сохранить его себе. Давайте забираем. И вот тут нужно думать, какую шахту мы с вами будем закладывать. Мне хватит на любую шахту. Цинк, уголь, свинец, благородный металл у нас с вами есть. Рудная шахта у меня тоже имеется. Нефтянка у меня имеется. То есть, если мы с вами сейчас откроем карту, то вот тут вот чуть ниже у меня нефтянка. Вот тут вот у меня, если не ошибаюсь, руда. Ну, в принципе, вполне. А здесь кремний, силикон. То есть, как видите, вот здесь у меня свое производство имеется. Это не так далеко, это несколько прыжков. Так что, здесь у меня есть еще один как раз астероид, если я все правильно понимаю. Должен быть где-то рядышком. Вот, вот здесь вот еще один астероид есть, все правильно. И здесь астероид. Я думаю, здесь я заложу медную шахту. Давайте. Пускай здесь добывается медь. Так. Ты будешь называться Купорос. Ну, просто по приколу. Дальше мы с вами обязательно сохраним вот этот астероид. Потому что астероид, естественно. Ну, сами видите, астероид очень хороший. Мне прям безумно нравится. Сохранить. Ну, и может быть даже просто с нуля его перестроим. Его сразу можно, shift, все полностью выбрать. Поменять все полностью блоки на снион. Всего 5400. Применить. Бумц, 7 миллионов здоровья. Ну, сами понимаете. Просто шикарнейший получается. И дальше нужно строить. Дальше нужно обязательно строить. Пока что он будет просто торговать. Кстати, хороший ценник здесь на медь. Прям отличный ценник. У него, естественно, нужно будет побольше. Нормально. Побольше поставить, его улучшить. Ну, в смысле, линии производства увеличить. Давайте подъем на борт. Просто думаю, что сделать. То есть стандартник его настроил. Так, немножко напихал блоков. Пока что не шибко красиво, ничего особенного. Но самое главное, что функционально. Вот. У нас с вами появляется медь. Соответственно, теперь осталось здесь еще немножечко увеличить его производство. Потому что он сейчас довольно-таки слабый. А денег у меня, ну, не так много. 4 миллиона. Нет, ну, в принципе-то. Давайте зайдем внутрь. Стоп. Здесь, на самом деле, у него очень хороший регион. То есть здесь хороший ценник на медь. И мы можем, в принципе, улучшить за 3,5 миллиона. То есть в порядке сделать 3 линии производства. Он будет больше производить. Но в итоге мы здесь вряд ли с него будем торговать. Скорее всего, мы просто какую-то часть меди будем с него забирать. Потому что медь нужна на производство турелей. Ну, и тут и титан нужен, и прочее. Мы с вами потихоньку-потихоньку будем, естественно, пытаться производить турели. Хотя, может быть, настройку производства мы будем заниматься... Ну, то есть настройкой производства мы будем заниматься не в этом как раз выживании. В принципе, у меня FPS 23-24 держится. Это стандартный FPS для этой игры. Не знаю. Хотя бы не падает в 3-4 FPS. Это меня радует. Я думаю, может, еще на кого-то напасть. Вот сейчас я поменял разрешение. Может быть, лучше станет. Кстати, пока мы с вами туда-сюда летали, станция Принц полностью построила линию истребителей. То есть 12 штук. Ну и можно запускать следующую. Почему бы нет? О, отлично. Есть, хорошо. Пираты. То, что я хотел достануть. Ну что, полетели, попытаемся повоевать. Во-первых, посмотрим на FPS, будет ли проседать сильно или нет. Давай, поехали. Ну, то, что когда я их выкидываю, это понятно. Не лезьте. Мы просто кое-что ищем. Я тоже кое-что ищу. Проверку FPS. 30 по каждому. Ну, кстати, они прям, смотри, что с щитами делают. Тут я понимаю. Вот так мне нравится сражаться. Так, снизу. Здесь очень ярко. Полетел. Да, 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 да. Все хорошо. В общем, хотя бы в этом регионе мы с вами сможем нормально уничтожать пиратские корабли и, естественно, сражаться с ними. Тихо. Забивай. FPS 29. То, что нужно. 3, 4. Полетели туда. Ребята причем летят очень быстро и у них очень хороший радиус атаки. То есть дистанция атаки. 3,5. Потому что есть тех, которые гораздо с меньшего. Ну, то есть им нужно больше сближаться. Так это назовем. О, постой. Это по ним кто-то же саданул, что ли? Это ты был? Какого черта? Убрать, 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 убрать ее. Надо поднять себя хорошо. Наверное, все-таки такие выстрелы они не очень хорошо переносят. Ими идут торпедные. Так что просим, просто сносим его. Ну. Не вовремя там перезарядка была. Есть хорошо. Этого минусанули. Уходим. У этого электрическое оружие очень сильное. Свирепый мародер туда же. Ну-ка, без щитов кто-нибудь есть. Торпеда. Сбивай ее. Ладно, это не по мне. Мелких нужно в первую очередь, потому что все-таки урона наносит реально много. Из-за этого большие проблемы с ними возникают. Жестокий рейдер. Давай его. Срочная доставка, плевать. Видите, он с лучами энергетическими лазерами. Гадкий довольно-таки. Ну вот это, кажется, максимальная дистанция. Да, он не может с такой дистанции бить дальше. Мне кажется, в этой битве я потерял какое-то количество орудий. Не знаю. Мы можем проверить это спереди, глянув. Да, у меня что-то отстрелили. Да, господи, спокойно. Что-то у меня отстрелили. Сколько у меня получается рельс? Раз, два. Три. Хотя нет. Четыре. Это восемь ячеек. Четыре рельсы. И... Четыре этих. Здесь что-то было, не было, не помню. Ну, то есть... Это мы с вами потом посмотрим. Но нас, на самом деле, почти уничтожили. Я прилетел сюда, посмотрите, FPS. FPS держится в районе 30. Очень сложно сражаться из-за вот этого свечения. Я не знаю, как-то в графике это можно убрать или нет. Во, свечение можно выключить. Зараза, свечение можно выключить, друзья. Но тогда выключается свечение у моего корабля и становится не так красиво. То есть, в этом плане, конечно, свечение это хорошо. Свечение всего светится. Ну, ладно. Просто не нужно в зеленых секторах сражаться вот так вот. Потому что, ну, как бы... Что поделать? У нас другого выбора не было. Куда прилетели, там и сражались. Придется немножечко... Да, немножечко пушек еще сделать побольше. Мне кажется, потому что что-то меня все-таки сбили. Я потом посмотрю. Посерьезнее, поразбираюсь. Но нам уже с вами реально пора лететь в агонит. То есть, в секторах, где есть агонит, давайте включим только недостающие блоки. Ремонтировать. Что-то у нас с вами не хватает. Ксаня она. Или чего? Тринее 9000. Тринее 9000 не хватает, зараза. Ну и возвращаем всех обратно. Заодно посмотрим, сколько у нас их осталось. А их почти не разбили. С ними все хорошо, друзья. Как только они вернулись, сразу 30 фпс. Так вот, думается мне, что когда будет 10 эскадрильей, то это будет лагать просто безумнейше. Но это нужно протестировать. Потому что у меня никогда столько не было. Я в основном при помощи турелек сражался и прочего. Ну что, друзья. Сегодняшний выпуск был посвящен именно им. Быстрому созданию эскадрильей. На самом деле, наверное, в следующем выпуске мы попытаемся полететь в следующий регион. Либо приблизимся к агониту. Я не думаю, что мы что-то будем с вами улучшать на корабле из агониты делать. Ну, там, может быть, инерционные блоки поставим. Посмотрим. То есть, агонит, это, естественно, более мощная руда. Вот только он нам нужен для того, чтобы просто увеличить вычислительную мощность. Вот и все. Все-таки Титан... Ой, Титан Триней, это лучшая броня. Потому что, я даже не знаю, есть ли из агонита броня. По идее, должна быть. Но она тяжелая. В этом проблема. То есть, здесь лучше скорость. Скорость, мне кажется, важнее, чем тяжесть корабля. То есть, чем защищенность в качестве брони. Потому что при помощи скорости ты можешь уйти, накидать тех же самых истребителей. Они там будут сражаться. Издали при помощи своих как раз рельс работать. Орудия Тесла. Нистовые. Ладно, это на самом деле неплохая штукенция. Но самое главное, чем мне нужно будет заняться за кадром, это сделать парочку кораблей-шахтеров. В этом плане как раз я хочу сделать второй сезон больше посвященный кораблям. То есть, флотилии. Сейчас, если так можно выразиться, мы с вами это все затрагиваем так, вскользь. То есть, по верхам, по верхам смотрим. И, соответственно, с чем-то потихонечку разбираемся. А вот следующий сезон, он больше будет посвящен именно всему этому добру. Соответственно, сегодняшний выпуск, наверное, предлагаю завершить. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А у меня впереди море фарма. На этом все. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры подогнал «Симон»